Всем привет! Сегодня варим щи из сквашенной капусты. Квашеная капуста на столе, рассол, картошечка, одна довольно крупная и плотная репа, чеснок, в зависимости от размеров, но у меня здесь штук восемь, средняя луковица, одна морковь, немного растительного масла, мясо индейки, немного дробленого перца, итальянские травы, это можете использовать по вкусу, они просто усилят вкус всех продуктов, и две столовых ложки томатной пасты, совсем немного. На плите кипит бульон. Бульон мы варили из индейки с добавлением двух болгарских перцев, одной репы, одной большой моркови и одной большой луковицы. Значит, все оттуда удалили, разобрали мясо. Правда, бульон варили сразу на два супа, поэтому можете вот тут посчитать или взять любой бульон, который мы варили в выпуске номер 17, там сразу два бульона варится, один из говядины и один из свинины, и в описании будет рецепт этого бульона. Итак, приступим к приготовлению нашего супа или, как правильно, щей из квашеной капусты. Вот уже это 50 выпуск, и мы готовим книгу как раз со всеми супами. Этими щами мы закрываем первую как бы часть такого большого сериала из 500 супов, это 50 выпуск, и как раз на 10 процентов всего сварено. Супов уже готово. Первым делом нарежу картошку, чтобы отправить ее в кастрюлю вариться. Так, ну вот, заканчиваем нарезку картошки и сразу же я ее иду отправлять в кипящий бульон. Есть два варианта развития событий. В первом варианте можно просто порезать капусту и квашеную, и ее положить в кастрюлю. А есть второй вариант. Ее надо обжаривать на сковородке. Я вам скажу честно, что мне не нравится вариант, когда мы обжариваем капусту. Как-то у меня вот квашеная капуста, обжарки в голове что-то не укладывается, поэтому я ее сейчас порежу и буду закладывать прямо в кастрюлю. Такой вариант мне нравится больше. А все остальное я уже обжарю в сковородке. Все зависит еще от того, какая у вас капуста. Если она уже мелкая, то ее, естественно, резать не надо. Вот она у меня достаточно мелкая была, не очень такая крупная, поэтому она уже с морковью есть здесь. Очень такой русский суп. Такой он зимний, естественно, капусту. Когда уже свежая капуста кончилась, достаем квашеную из бочек и начинаем ее каким-то образом обрабатывать. Ну что, нарезаем все наши овощи. Вот я сейчас прямо такими полукружками, но мелкими. Какая-то репа попалась белая, вот прямо есть желтая репа, а есть белая. Попробовал, вроде вкус похож. А цвет какой-то не желтый, как в сказке на рисунке, а белый. Так. Ну вот, почти нарезали все. Надо сразу же туда добавить чеснок, чтобы он тут не тикал. Достаточно крупными такими кусочками я в этот раз сделаю, не буду сильно мелочить. Нарезаю сюда. И сразу же добавляю масло. Оп. Добавляю масло. Сразу же добавляю перец и травы. Это немножко не по-славянски, но там, в принципе, просто сочетание тех же трав, которые есть в любом доме уже как бы как набор для супов. Они усиливают вкус, улучшают все. И томатную пасту. Все. Ставлю все на огонь. Вот как только нагрелась в сковородке овощи, я беру просто поломочек бульона. Раз. И вот сюда вот выливаю, чтобы как-то пошел процесс обработки овощей чуть-чуть побыстрее. Они как раз сейчас объединятся вокруг этого бульона и будет здорово. Я перемешиваю лопаткой деревянной вот так вот. Накрываю крышкой, а одновременно сразу же вот сюда в кастрюлю беру, выкладываю все мясо такими большими кусками, такими хорошими. Вот так. Мясо индейки. Выкладываю. Разгоняю там огонь по полной, чтобы побыстрее закипело. Я не люблю, когда все заложил и все тихнет, затихло. Нет, это не наш метод. Надо, чтобы разогнался огонь и побыстрее процесс кипения возобновился. Вот уже красота. Уже бульон отличный, картошечка и индейка уже можно закусывать. Так, и туда же вот квашеную капусту. Уже там температура высокая, он уже кипит. Вот все. После того, как все объединили, значит, в бульон положили картошку, она уже поварилась минут 15. Ну, почти готово, маленькие кусочки. Добавили туда мясо и квашеную капусту. Сейчас надо дождаться, пока все закипит. Покипит минут 10, как раз будут на медленном огне готовы овощи. В сковородочке они потушатся хорошенько, все они будут уже готовы. И будем соединять все, что у нас получилось, в однище. Ну, вот вопрос остается только в рассоле, который остался у нас из-под капусты. Вроде бы, вещь ценная, выливать ее нет смысла. Смотрите сами, если у вас хороший бульон туда, и вы не хотите его сильно разбавлять, попробуйте по соли, там что творится. То есть, тут нужно как бы на свое усмотрение пробовать. Мало ли, вдруг праздник будет какой-нибудь. Отлейте его в банку, и с утра, если будет голова болеть, я к мужчинам больше обращаюсь. Сами знаете, как им распорядиться. Вещь очень хорошая, ценная. Вот. Ну, я вот чуть-чуть возьму и вылью его в сковородочку, чтобы овощи чуть-чуть притушились и взяли немножко запах рассола. Я считаю, что это лишним не будет вообще. И также оставлю его, пусть он стоит. А потом уже в конце, когда уже суп будет готов и близок к завершению, можно по чуть-чуть его добавлять. А можно, опять же скажу, отлить его в баночку и поставить на всякий разный утренний час себе под запас. Он, что ему будет? Ему ничего не будет в холодильнике, в банке. Поэтому на свое усмотрение с рассолом. Ну вот пришло время соединять содержимое сковородки и содержимое нашей кастрюли. И тут все выключаем и соединяем. Вот оно. Видите, ничего не подгорело. Ничего не вышло лишнего. Вот так. Ну, как обычно, густое все. Все густое. Никакой там жижи лишней, ничего. Сейчас буду пробовать на соль. Определять буду, стоит туда заливать вот этот вот рассол или не стоит. Ну, уже вкусно. Половинку. Половину от того, что осталось. Немного совсем долью. Солить не надо. Соль была в бульоне. Соль есть в капусте. Вот я половинку, видите. Раз. И все. Хватит. Ну, вот и все. Сейчас доводим до кипения. И... Ну, тут, наверное, надо долго. Потому что капуста... Морковь-то готова. Все содержимое сковородки, что было, уже было готово. Надо, чтобы сквашеная капуста была мягкая. А для этого нужно довести до кипения. И потом убавить, и как минимум, наверное, минут 30 надо, чтобы она стояла. И потихонечку томилась, томилась, томилась. И вот после этого мы сейчас снимем суп. Еще один крем-суп из индейки. И пока мы его снимаем, а это, наверное, где-то в районе часа, наверное, где-то. Он пусть стоит на маленьком-маленьком огне. И после этого будем его пробовать. Все, оно почти закипело. Накрываем крышкой. И ждем, как минимум, 30 минут. А можно и час. Ох, еле оторвал от плиты такую кастрюлю. Замечательно. Ох. Ну что, щи из сквашеной капусты готовы. Столько времени они стояли на плите. Пока у нас был перерыв, они доходили. Пока мы делали второй суп из капусты кейл кудрявой. Делали щи, которые там доходят еще. Вот они стояли долго-долго на мелком, на самом маленьком огне. Наверное, часа три, наверное. Вот. Я думаю, что они должны быть просто идеальны. Давайте пробовать уже. Да, как-то так само собой получилось, что уже к 50-му выпуску мы сделали одни из самых традиционных таких славянских щей. Из квашеной или кислой капусты, получается. Вот так вот, видите. Столько рецептов уже воплощено в жизнь. Одни из самых известных щей русских ушли в конец первого тома нашей книги. Первой книги, которую мы выпустим в ближайшее время. И ссылку на эту книгу вы увидите под описанием каждого видео на нашего блога. Я думаю, что это будет очень хорошим подарочным экземпляром для ваших мужчин или ваших женщин, чтобы в вашей семье, в вашей библиотеке наша первая книга с большими картинками, с подробными рецептами, с порядком закладки продуктов, с фотографиями будет достойное место займет и пригодится вам на вашей кухне неоднократно. Ну что, давайте пробовать. Смотрите, какой кусочек мяса красивый сверху. Ой, какая вкусная вещь. Как же все-таки интересно. Вроде соленая капуста, квашеная. Все, превращается... Она и так-то была хорошая, но превращается совершенно в другой вкус. Очень вкусно, ребята. Все хорошо. И капуста прямо мягкая, уварилась. Вот, правильно порезал я ее. И томатная паста, и морковь, и репа, все здесь. И картошечка, и индейка разошлась прямо на волокна и очень мягкая стала. Правильно сделал, чтобы потомил ее столько времени. То же самое сделайте. Пусть она постоит. Прямо убавили огонь полностью и пусть часа два-три только лучше будет. Вот поверьте мне, сделано супер. Как будто они вчерашние уже, как будто они вот дошли и прямо в этот же день уже вкусные. Большое большое за внимание. Готовьте обязательно по нашим рецептам. Смотрите список продуктов и порядок приготовления у нас в описании. Там есть страница партнеров, страница, ссылка на мой Facebook, Instagram. Ждите, когда выйдет новая книга. И смотрите следующие наши выпуски. Всего хорошего. До свидания. До свидания.